Дорогие тебе зрители, в студии снова Владимир Нечаев, и мы с вами продолжаем путешествие по этой интересной и очень иногда загадочной стране кулинарии. И, как я уже говорил, что вот часть вторая, а вот в части первой мы говорили с вами о щах, о щах, вообще о супах, об ухе, обо всех вот таких вот жидких вещах. Но, к сожалению, в рамках одной передачи я не мог рассказать вам еще об одном таком замечательном русском блюде, которое потрясало вообще всех иностранцев, иноземцев, так будем говорить, которые приезжали в Россию, в Москву или в Древнюю Русь. Это было замечательное такое блюдо, как ботвинья. Вообще ботвинья, она считалась как бы королевой холодных супов. Что это было? Дело в том, что, так сказать, вот ботвинья появилась где-то в конце IX-начале X века, потому что в это время уже появилась свекла, ее стали уже выращивать и культивировать. Так вот, что такое у нас ботвинья? Ботвинья – это такой холодный суп, и в жаркую погоду очень-очень полезен, во-первых, потом очень легок в приготовлении. Что это такое? Это, я вам сейчас расскажу очень самый-самый такой простой рецепт. То есть берется молодая свекла именно с ботвой, вот с этими листьями, с ботвой. Значит, свеклу нужно отварить без ботвы пока. А, еще одна такая маленькая тонкость. Дело в том, что если вы будете готовить свеклу или свекольник, ну, свекольник и ботвинья – это очень похожие вещи, просто свекольник без ботвы, а ботвинья – это свекла вместе с ботвой. Так вот, когда вы будете это делать, добавьте, пожалуйста, туда, вот в эту кастрюлю, в которой вы будете готовить, или щепотку лимонной кислоты, или пол чайной ложечки уксуса. Тогда у вас, во-первых, будет вот сам бульон, вот этот, он будет такой розовый, красивого цвета. А если вы этого не сделаете, то, во-первых, будет неприятный запах такой, потому что это корнеплод такой, достаточно с сильным запахом. А, во-вторых, он будет темный и некрасивый. Это вот, так сказать, мой совет. Так вот, как делалась ботвинья, как готовлю ее я. Значит, вот сначала я молодую свеклу, я очищу ее, бросаю в кастрюлю, добавляю туда чуть-чуть лимонной кислоты, чтобы получился такой розовый блюдо. Она отваривается, потом ее нужно просто потереть на терке, и вытащить, естественно, из воды, потереть на терке, а потом вот в этот, в кипящий, ну, будем так сказать, свекольный бульон порезать листья ботвы. Желательно, чтобы это были молодые листья. Значит, и когда они отварятся, охладить все это. Вот в этот охлажденный бульон с порезанной ботвой положить резаную или тертую на терке свеклу. Туда же добавить тертые на терке огурцы свежие обязательно. Ну, можно порезать, кто как любит. Например, я люблю, когда огурцы вот такими маленькими кусочками. А на терке, они, поскольку тоже молодые, они, так сказать, расплываются, и они теряют свой вкус. И подать к столу в холодном виде. Если, так сказать, у вас нет такой возможности, чтобы это все постояло в холодильнике, то можно добавить туда 2-3 кусочка льда, обязательно вареное вкрутое яйцо порубленное, хотите половинкой, хотите там, ну, это уже зависит от вкуса хозяйки или хозяина, кто это делает. И, естественно, добавить туда сметану. И я вам хочу сказать, что это очень и очень вкусно. И когда вот иностранцам предлагали вот такой вот, они называли его почему-то красный суп. Ну, потому что, во-первых, это не суп, это холодное было блюдо. А во-вторых, ну, красный, ну, потому что вот цвет был такой красный. Они иногда путали с борщом, потому что борщ, это в южных районах Руси, там готовили борщ, в особенности это вот свойственно и Украине нынешней, это считается их национальное блюдо. Хотя вот это блюдо готовилось и в России, и на Руси, но в южных областях тоже считалось как бы своим национальным блюдом. Борщи, кстати, тоже появились в России, потому что ни в одной стране таких вот блюд, как борщ или там свекольник, ботвиня, не готовилось. И для них это всегда было в диковинку. И, кстати, могу вам сказать, что по некоторым данным, почему вот еще до революции, когда русские приезжали, ну, состоятельные, естественно, русские с большими деньгами, они приезжали и в Ниццу, и в Каны, то есть такие дорогие курорты, то они все время заказывали, вот, или ботвиню, потому что летом они приезжали туда на отдых, или борщ они заказывали, или свекольник, то французские повара при всем их, так сказать, умении и при такой огромной французской кухне, они не понимали, что от них хотят, что хотят эти русские. И тогда, тогда, вот, русские, я вот перескакиваю, ну, наша передача позволяет перескакивать из одной эпохи в другую, и вот тогда русские стали привозить своих поваров, которые готовили вареники, вот, свекольник, ботвинью, борщ готовили, и французские повара у них учились, как это делается. Но всех тонкостей приготовления они так и не поняли. И то, что существует, ну, такое расхожее мнение о загадочности русской души связано даже и с питанием то же самое, потому что они не понимали, как можно взять вот листья эти, эти травы какие-то, из них чего-то делать. Хотя для русских, которые были в Париже, были во Франции, для них было удивление, что значит такой там луковый суп. Но это уже разница вкусов, это уже сложилась такая вековая традиция. Ну вот. Так что вот наши эти блюда русские, они были всегда загадочны. Но для нас они являются обыкновенными, нормальными, и каждый человек может это приготовить. Далее их всегда потрясало и удивляло, как это можно делать из крапивы, допустим, щи. Вообще слово щи для них, это вообще, это что-то сверхъестественное. То есть это непонятно, как это делается. Потому что в основном в Европе любят такие супы пюре. Для нас суп пюре, ну, многие любят, многие не любят. Я, например, честно говоря, не очень их уважаю, потому что в супе или в борще я должен видеть, какие продукты там находятся. А когда всё это вот, как такой кисель, непонятно. Вот это личное моё мнение, я вам его ни в коей мере не навязываю. Так вот, поскольку наша передача называется вот этот блок, первая часть и вторая щи, да, каша, пища наша, это действительно пища наша, и кашем тоже у иностранцев было особое мнение, а для древних русичей это было нормальное, нормальное явление. Ну, вот сейчас я вам покажу карту. Она уже была в первой у нас части. Вот какую территорию занимали приблизительно наши предки. И тоже было отличие от пищи северных русичей, будем говорить, средних русичей, то есть средняя часть, и южан, потому что южане, как я уже говорил, в первой части зависели от набегов племён, и поэтому их рацион тоже очень сильно менялся. Ну, давайте вернёмся уже о щах мы поговорили, о борщах, о щах, а вот сейчас вернёмся во второй части, как бы я вам сказал ещё в первой части, что о второй части у нас будет посвящена именно каше. Так вот, на Руси кашу считали вторым хлебом. И когда наши предки начали готовить эту кашу, сказать точно никто не может. Но существует такое мнение, легенда, я не знаю, как к этому относиться, что поскольку подвергалась Русь набегом, то люди собирали зерно и прятали его постоянно. И однажды, когда они раскопали, в ямах его прятали, и когда, значит, там кочевники ушли с их территории, и они откопали, то увидели, что зерно это стало слегка прорастать. И тогда они высыпали его в какую-то ступу, растолкли, и сварили вот такое варево. И получилась такая крупяная каша. Отчего мы говорим, вот у нас есть такое понятие, как крупа. Крупа – это, значит, когда раскрупили, раздробили. Есть еще, ну вот, кто занимается кулинарией или просто хозяйки, или хозяева, которые любят готовить, иногда бывает такое понятие, что продел, крупяная там каша, вот это все пошло оттуда. Но не знаю, насколько можно соглашаться с этой легендой или, так сказать, представлением о том, откуда появились все эти слова. И сейчас я вам покажу картинку. Вот вы видите. Ну, не знаю, насколько она четко будет выглядеть на ваших экранах, но вот в центре, на такой вот, ну, типа сковороде, на таком вот блюде, именно вот такая вот каша. И дело в том, что каша считалась, ну, она как бы имела такое магическое, как бы, действие. Поэтому о кашах есть, существует масса интересных фактов, и сейчас я вам попытаюсь какие-то из них рассказать, достаточно интересные. дело в том, что я не буду вас учить готовить кашу, это умеет делать каждый. Ну, хотя, бывают случаи, у кого-то получается, у кого-то не получается, у кого-то рассыпчатое, у кого-то нерассыпчатое, об этом я тоже потом поговорю с вами. Так вот, о каше. Очень интересны такие факты. Дело в том, что на Руси была, так называемая, бабкина каша. Что это такое? После рождения ребёнка бабка-повитуха готовила пшённую кашу. Она её готовила в двух горшках. В одном горшке, в большом горшке, каша была с мёдом, сладкая такая, вкусная, с изюмом, и она, когда приходила, вот собирались гости по поводу рождения ребёнка, и она говорила там какие-то слова, это, ну, этого уже никто не знает, но дело в том, что это был такой магический обряд. И вот роженицы, то есть вот маме, которая только что стала мам, давали вот чуть-чуть этой каши, а потом этой кашей угощали всех гостей. Такой же был обряд и когда были крестины, то есть и крёстному отцу, и крёстной матери тоже предлагалась такая каша. А вот во втором горшке была тоже пшённая каша, но она была, во-первых, пересолена и переперчена, то есть соли не жалели, перца не жалели, то есть она была практически несъедобна. И вот эту вот кашу в этом маленьком горшочке или откладывали куда-то, значит, подносилась отцу ребёнка, чтобы он понял, он должен съесть был эту кашу, чтобы понять, как тяжело давались роды его жене. То есть вот так, чтобы был баланс, потому что он вроде как ни при чём, а вот она терпела какие-то мухи. И вот этой кашей его кормили, и он обязан был съесть. Я представляю состояние отца, когда он ест вот пшённую кашу с огромным количеством перца и соли. Но на этом история каши не заканчивается. Дело в том, что уже гораздо позднее каша тоже имела чисто символическую вещь такую. Когда ребёнок поступал в школу, ну, а тогда были церковно-приходские школы, то родители, приводя ребёнка вот на обучение, они обязаны были приносить, ну, как бы, подаяние такое. В основном это был хлеб, хлеб-соль, но не чисто хлеб, а в основном это были калачи какие-нибудь, или даже бублики, ну, в зависимости от их благосостояния, так будем грубо говорить. Так вот, этот вот дьячок, который обучал этих детей, принимал все эти подношения, а потом были такие четверги, то есть каждый четверг, четверговник такой называемый, школьник должен был принести учителю ещё какую-то там еду, ну, что-то, какое-то подношение. А далее были воскресные такие вот подношения, там тоже были, ну, я почему это рассказываю, но самым главным подношением была каша, когда дети, ученики, вот, допустим, этого класса, так, условно будем говорить класса, хотя так ещё раньше не называлось, всё это была вот группа детей, и когда они заканчивали изучение какой-нибудь книги, то это был как бы, ну, определенный этап, то родители приходили вместе с детьми и приносили горшочек каши, вот сверху этого горшочка был такой вот узелочек, платочек обязательно, в котором были деньги, а сумма денег определялась, оговаривалась ещё до этого, ну, допустим, вот столько-то, 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 вот они приносили, и в отдельной или корзинке, или в отдельном узелке приносилась просто еда, обычно это было или жареная курица, или жаркое какое-то, или ещё что-то там, а вот, ну, всё, что они могли себе позволить, и родители вот вместе с учителем этого ученика, они, значит, трапезничали, а обязательно были солёные огурцы и водка, это вот, вот такой вот был закон такой, понимаете, такие вот поборы в школах тогда были, и родители вместе с учителем съедали вот всё это, что приносилось в узелке, а вот их отпрыск, он брал этот горшок каше и ел его вместе со своими товарищами, которые вот прошли этот, ну, будем говорить, грубо говоря, цикл, потому что дело в том, что дети поступали не так, как вот сейчас, там, первое сентября, вот, начало учебного года, то есть дети могли приходить и в сентябре, и в октябре, и в ноябре, и в мае, как угодно, но каждый школьник должен был проходить цикл, и вот те дети, те ребята, которые прошли вот цикл, вот, прочитали эту вот книжку, освоили её, освоили эту грамоту, значит, они, вот этот мальчик выходил с этим горшком этой каши, и вот они съедали эту кашу все, кто прошёл вот этот курс, потом они выходили, ну, говоря современным языком, на школьный двор, и разбивали этот горшок, и вот те, кто ел эту кашу, кто, как бы, прошёл один этап обучения, их называли однокашниками, и то есть наше понятие, что мы одноклассники, вот, и многие говорят, вот, там, слушаешь, однокашники, однокашники, одноклассники, однокашники, вот, однокашники пошли оттуда, то есть, те, кто съел горшок этой каши и перешёл в следующий этап обучения, вот, вроде как, простая такая еда, каша, да, вроде ничего интересного в ней найти невозможно, каша и есть каша, а вот, оказывается, вот такие вот вещи происходят и вошли в наш язык, в наш обиход, однокашники, поэтому, дорогие однокашники, ешьте кашу вместе, вот, а потому не одноклассники, а, говорите, однокашники, то есть, есть все горшок каши, а еще был такой обычай, вот, к однокашникам, я еще раз вернусь, дело в том, что, когда заканчивался цикл обучения, ну, то есть, уже все, как бы, выпускались они, не знаю, там, им не вручались эти статы, там, диплома, вот, дело в том, что, вот, последний горшок каши был обязательно сдобрен очень сильно перцем или солью, ну, что-то такое, и вот, нужно было съесть вот эту кашу, любую, там, в основном, это была каша пшенная, из пшена, вот, и каждый по ложке должен был обязательно съесть из этого общего горшка эту кашу, тип, ну, это как знак солидарности, вот, был такой вот, что мы с тобой вместе ни одну ложку каши съели, и поэтому, когда, допустим, ну, жизнь разводила людей, у каждого были свои какие-то ситуации, то, когда человек приходил и говорил, а мы с тобой ни одну ложку каши съели, это, значит, был, ну, как пароль, типа того, что помоги, и поэтому человек не мог ему отказать, и, то есть, ну, по мере своей возможности он помогал в каких-то вещах, потому что это считалось, если уж мы эту горькую соленую кашу съели с тобой из одного горшка, то как бы мы с тобой повязаны, это, извините за сленг, грубое слово, повязаны, то есть я помогу тебе, должен помочь, чем могу, вот, понимаете, вот такая вот история о каше, но еще есть один очень важный момент, дело в том, что кашу, в основном кашу, ели ее и в праздники, и в будни, но была праздничная каша и была будничная, так будем говорить, каша, то есть в праздник кашу готовили на молоке, те, кто мог, но даже те, кто не мог, они вот как-то старались эту кашу приукрасить чем-то, добавками какими-то, еще чем-то, а будничная каша, это была, ну вот, ну, обыкновенная наша будничная каша, а вот еще такую картинку я вам покажу, вот здесь одуванчики, здесь крапива, здесь еще какие-то травки такие, тмин там, еще что-то, так вот, для того, чтобы каша не была пресной, то наши предки, ну, те, кто не мог себе позволить добавить в кашу там молоко или там изюм, мед какой-то, то они, вот, чтобы она получалась ароматной и очень достаточно вкусной, добавляли вот все эти растения, ну, естественно, боярская каша была совершенно другой, потому что бояре могли себе позволить и привозные пряности какие-то для того, чтобы вот сделать кашу более ароматной, более вкусной, более сытной. Дальше, вот еще, что связано с кашей, я уже рассказал про однокашников, каши, каши варились еще, были каши, ну, как бы датные, так будем говорить, то есть определенные, к определенной дате варили определенную кашу. Допустим, если человек поругался с каким-то человеком, то была каша примирная, то есть о заключении мира, и вот, допустим, человек поругался с другим человеком, и он его приглашает к себе на кашу. У нас привычно, в данной ситуации, я приглашаю тебя на чай, или на рюмочку коньяка, чтобы как-то снять наши какие-то конфликты, какие-то разногласия. Там приглашали на кашу. Так вот, эту кашу варили по всякому случаю. И человека приглашали на эту кашу, и если он ел кашу вместе с тем человеком, которого он обидел, или на которого он обиделся, то считалось, что конфликт исчерпан. Очень просто, без всякого оружия, насилия, безо всего. И почему у нас есть такая поговорка «с ним каши не сваришь». Это не значит, что вот я варю, и вот кто-то еще варит со мной, мы вдвоем варим кашу, и не можем ее никак сварить. Нет. Смысл этой поговорки в том, что с ним каши не сваришь, потому что с ним договориться и найти какой-то компромисс, найти перемирие невозможно. Вот поэтому с ним каши не сваришь, отсюда и пошло, а не от того, что два человека не могут сварить какую-то кашу. Далее уже появилось такое поветрие, понятие, потому что уже много появилось новых интересных злаков, и уже как-то утихло вот эта междоусобица между князьями, и можно было спокойно выращивать разные виды злаков, появилась такая тенденция, как смешивать каши. То есть не делать так, вот, например, это вот каша гречишная, это пшонная каша, это овсяная каша, еще что-то. То есть появилось возможность смешивать. И это было очень интересно, потому что смешение разных злаков дало возможность сделать разные каши. И потом эти каши, они стали, ну, если вот у англичан пудинг там называется, то у нас, у древних наших предков, вот эти каши уже стали не только делать как кашу в нашем понимании, а уже можно было ее запекать. Это были такие, ну, будем говорить, такие торты. И когда в эти каши добавлялись какие-то другие продукты, сладкие, допустим, там, изюм или еще что-то, сладкие были такие вот каши, а были каши жирные, потом они делились на как бы две категории каши жидкие, которые ели ложками, и каши густые, которые ели руками, как это ни странно. То есть, это вот такая была очень густая каша, и ее можно было брать руками, не обязательно брать ложками. Вот сейчас я вам покажу такие замечательные горшочки. как Винни-Пух когда-то говорил, замечательный горшочек. Правда, он пустой. Вот эти вот горшочки, если вы заметили, то у них такие специальные ушки есть, и к ним прикреплялись вот такие вот проволочки. А вот эти каши, эти были каши дымные. Почему? Сейчас объясню. Дело в том, что в основном каши, они готовились в печи. То есть каша там томилась, все. А вот дымные эти каши, это были предназначены, если, допустим, в поле идет какая-то работа, там, покос или уборка зерна, и люди выезжали далеко от дома, а каша считалась очень сытным таким вот продуктом, то, естественно, делалась тренога такая, костер разводился. И вот эти вот горшочки, почему дымные, потому что дым все равно шел туда, и каша впитывала дым. И вот, значит, вот в этих горшочках, говоря так, более современной, на полевом стане, значит, вот специальный был человек, который кашевар, откуда и пошло это название кашевар, то есть он варил кашу для тех, кто работал в поле. И вот почему называется дымная каша. Вот эти дымные каши еще чем отличались от, ну, типа домашних каш, потому что в дымные каши кидалось много очень сала, каких-то мясных обрезков, ну, потому что люди работали в поле, это, ну, чисто физически очень тяжело, и чтобы поддержать их, то есть не было пустой каши. Хотя когда в постные дни, так сказать, во время поста, то, естественно, это только каши эти разбавлялись растительным маслом, то есть никакого мяса не было. Далее были головные каши. Это тоже очень интересно, вот для меня, по крайней мере. Дело в том, что вот варились каши вместе с головами животных, в основном это было или свиная голова, или бычья голова. И вот эта каша варилась в течение там трех, четырех часов, поскольку голова должна была свариться очень хорошо. Ну, представьте себе свиную голову, вот, потом эту голову вытаскивали, ее очищали, разбивали, так сказать, резать, ну, разбивали, резать это очень тяжело, череп разбивали, и вот, потом эта каша там томилась, и потом вот все вот эти, ну, так, будем говорить, шкварки резались туда, бросались в эту кашу, и, естественно, мозги. Это вот считалась такая вот очень-очень-очень вкусная каша. И в каши всегда добавляли или печень, или сердце животных. А и каши еще служили, вот, это, не знаю, это может только русская традиция, ну, по крайней мере, ну, где-то, может быть, в Германии, в Чехии, там тоже такое практиковалось, я не могу сейчас точно сказать, но вот в то время, то есть, где-то это в X веке, каши использовали для изготовления колбас, то есть, в основном это была пшенка, пшено. То есть, варилась пшенная каша. Значит, вот, когда забивали животное, значит, внутреннести вынимались, вот эти вот кишки чистились, они там определенно проходили стадию очистки, это было очень долго, их там вымачивали специально в рассолах, во всяких там травах, а потом, вот, в основном это использовалась свинина, значит, печень, сердце, еще мясо какое-то, все это рубилось, все это жарилось в жире на сковородке, а отдельно была сделана пшенная каша, и вот тогда вот эта вот смесь каши с внутренностями, вот в эту кишку набивали, и получались такие вот колбасы, колбасы были вкусные, я вот помню в своем детстве, когда я был на Украине, меня угощали такой вот домашней колбасой, именно с кашей, не просто, вот, где только мясо, а вот именно с кашей, это достаточно вкусно, честно говоря, честно говоря, очень вкусно, хотя я такой привередливый, я гурман такой могу, там сказать, мне нравится, не нравится, но там было действительно очень вкусно, вот мне это запомнилось, но главной кашей была гречневая каша, сейчас, кстати, я вам покажу вот такую картинку, то, что я говорил о постной каше, вот это такой праздник какой-то религиозный, не знаю, просто я не мог найти эту информацию, в монастыре, где угощают заморского гостя, и вот ему приносят рыбу и вот такую кашу, и для него это было потрясением, он вообще был потрясен, что такое каша, а потом я вам говорил, что каши были такие твердые, будем говорить так, и жидкие, так вот, на основе жидких каш наши предки русичи стали готовить кисели, то есть в нашем понимании кисель, вот это что-то такое, ну кисель, кто был в детском саду, обычно давали кисель, кто там был в пансионате, кисель, все время дают, так вот это кисель, киселю рознь, почему еще молочные берега, кисельные берега, молочная река, кисельные берега, так вот, дело в том, что русичи научились готовить кисели, то есть это уже и не каша, и не кисель в нашем понимании, и вот в одном из источников, во-первых, варили в основном кисели из овса, овес толкли, вот такой рецепт, значит, овес, ну, по-нашему будем говорить, геркулес, сначала его разминали в ступе, ну, появлялся такой, ну, как в нашем понимании, геркулес, его заливали теплой водой и оставляли на сутки, после этого вот этот, так сказать, вот смесь эту процеживали, отжимали, а вот эта вот вода, она уже была сама по себе кисельного такого вот, фактура кисельной такой, после этого туда добавляли мед, специи различные, потом все это опять проваривалось, потом это разливалось по мисам, по мискам, по тарелкам, ну, там называется по мисам, и все это охлаждалось, и получался вот такой вот кисель, он напоминал холодец, студень, то есть его не пили, вот как мы там в детском саду из стаканчика пили, а ели ложками, потом был молочный кисель, то есть вот в этот кисель, когда он уже был, варился, добавляли еще молоко, получался белый кисель, потом был кисель клюквенный, когда туда сок клюквы добавляли, это вот такое было холодное блюдо, ну, напоминало, я говорю, или студень, или то, что мы называем, например, желе, да, вот такое вот желе, фруктовое, там, но это вот на основе было этого киселя, и с ним связана очень одна интересная история, в повести временных лет есть такой, был описан такой случай, вот на границах, ну, нынешних границах Украины и России находится город Белгород, это древний город, он был образован очень-очень давно, и для защиты южных земель Руси от набега печенегов, так вот, однажды вот эту крепость Белгород окружили печенеги, устроили осаду, и держали ее очень долго, и жители, как могли, сопротивлялись с этим, но потом, уже когда они стали голодать, и у них не хватало продуктов, и они собрали весь овес, который был у жителей, ну, города этого, этой крепости, они его растолкли в ступе, и вот сварили вот этот кисель, а для того, чтобы, он же жидкий, для того, чтобы его охладить, а это было лето, вот, они опустили в центре крепости был колодец с ключевой водой, и они вот это вот слили, вот сделали этот кисель, и слили в огромную-огромную деревянную бадью, и вот это вот бадью они опустили в колодец, для того, чтобы кисель И когда он застыл, они стали есть из колодца, из этой боди, не доставая ее. И вот лазутчики печенегов, они, значит, пробрались каким-то образом и вдруг увидели, что люди подходят к колодцу и едят. Для них это был просто шок. Ну, я уже современным языком говорю. И они побежали к своему главному, как он назывался, хану, и сказали, что мы никогда не победим этих русичей, никогда. Они из колодца едят хлеб, едят из колодца, мы не победим. И тогда вот этот великий хан, имя его, кстати, к сожалению, не сохранилось в летописи, вот, и он понял, что действительно, если эти люди вдруг умеют из колодца есть хлеб, есть что-то вкусное, они никогда не сдадутся, и это будет долго. И тогда он отвел свои войска. Вот такой исторический факт. Казалось бы, ну, что такое овсяный кисель? Ну, вот овсяный кисель спас наши южные границы от завоевателей. Далее, если говорить о кашах, то еще один такой очень главный был момент, что помимо каш в это же время научились делать лапшу. А если, как вы помните, я вам рассказывал в прошлых передачах о том, что, например, лапша-макароны появились в Италии, потому что их привез рецепты Марко Поло, побывав в Древнем Китае, то русичи научились делать это сами, без помощи Марко Поло. Они сами к этому пришли. То есть это было... Они толкли различные зерновые культуры, превращали их в муку, но лапшу делали... Для чего они делали? Лапшу делали для ритуальных сначала каких-то вещей, она не была повсеместной. Лапша делилась на вообще две категории. Лапша желтая, лапша белая. Изначально муку для лапши делали только... Почему желтая? Потому что только яичные желтки. Никакой воды не было. То есть мука, яичные желтки, ну, естественно, там добавляли соль, наверное, ну, какие-то такие вещи. Так вот, делали вот такое крутое-крутое тесто, его раскатывали очень тонко. А потом, ну, по усмотрению. Лапша могла быть именно то, что мы представляем, лапша – это длинными такими вот полосками. Она могла быть кубиками, ромбиками, а иногда её просто рвали. Вот эту лапшу добавляли и в каши, и добавляли, естественно, вот в щи, в супы, в борщи, там вот всё, что... в жидкие блюда. Но для чего это делалось, почему вот появилась такая вот потребность в этой лапше? Дело в том, что, поскольку всё время были набеги каких-то, вражда, нужно было запасать. Хлеб иногда не мог храниться. Так вот, эту лапшу высушивали на солнце, она могла очень долго храниться. Её могли использовать в любом виде. Или готовить лапшу в нашем понимании, или можно было, так сказать, добавлять её в жидкие блюда в качестве вот хлеба. Или её можно было распаривать и тоже употреблять. Вот то, что касается лапши, откуда она появилась. То есть это историческая была потребность наших предков придумывать всякие способы, как они родились. Об этом история умалчивает. Ну, поскольку мы говорим о каше, то каше было столько разновидностей. Я не говорю о, так сказать, о продуктах. Например, самое главное считалось королевское. Королева каш – это гречиха, это гречишная каша. Вот она считалась самой такой лучшей кашей вообще из всех каш, потому что была толокняная каша. Это когда овёс толкли в ступе, отсюда толокняная каша. Но были ещё очень интересные каши. Вот, например, если говорить о гречке, то была каша няня. Вот это считалось верх кулинарного искусства. То есть эта каша делалась из гречневой крупы. Что в неё входило? Во-первых, её делали только в русской печи. Вот в кашу няню обязательно должны были входить баранина, мозги, обязательно яйцо, лук. И вот эту кашу ставили, обычно её готовили вечером, когда уже печь была протоплена. И туда вот этот вот чугун или там котёл какой-то, или горшок линейный, её туда ставили на всю ночь. И она упревала там. И вот только на следующее утро её доставали. Вот такая была каша няня. А няня, почему няня? Потому что, ну, как бы няня-кормилица. Вот утром её доставали. Но готовили её только по большим праздникам. Ну, все знают такую кашу, как кутья. Она тоже готовилась по определённым, но в основном это были траурные события. Кутью готовили на поминки, там, поминали, когда её так вот не готовили каждый день. Ещё была одна такая каша. Она, вот, насколько я знаю, мне так сказали, что в некоторых вот сибирских, там, зауральских деревнях она ещё как бы тоже готовится. Она называется завариха. Что это такое? Завариха – это так. Это брался глиняный горшок. И он ставился в печку и разогревался до красна. То есть, ну, просто вот до красна. Его оттуда, ну, специальным ухватиком вытаскивали. И вот туда, вот в раскалённый горшок заливался кипяток. И медленно туда всыпалась крупа и всё время постоянно помешка. Как бы заваруха такая вот заваривалась, заваривалась, заваривалась. Вот такая заварная была каша. Это тоже. Но её тоже делали только в какие-то праздники. То есть, в повседневном быту обычно использовали простую кашу, которую мы привыкли кушать и видеть у себя на столе. Вот такая кашная история, кашно-щейная, так будем говорить, история. Мы поговорили о щах, о ботвине, о всех наших супах, откуда они пошли, их история. О каше рассказали, как она появилась на Руси, какие с ней были связаны интересные и даже, может быть, курьёзные моменты. В принципе, вот об этой истории щида, каша, пища наша я как бы и хочу закончить. Но перед тем, как с вами попрощаться, я скажу, что вот наш блок передач, он достаточно большой. И в следующих циклах мы будем уже рассказывать о других каких-то кулинарных пристрастиях наших предков, о том, как это всё развивалось. Мы можем, будем сравнивать, что было тогда, что сейчас. Поэтому вы оставайтесь с нами. Я с вами прощаюсь. С вами в студии был Владимир Нечаев. До свидания. Приятного аппетита. Варите кашу.